Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Сегодня мы будем читать 27 главу этого Евангелия. Когда же настало утро, все пересвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату правителю. Вот здесь, как мы говорили в прошлый раз, они нарушили очень важный галактический принцип, что евреям ни по какому обвинению нельзя выдавать в руки язычникам. И вот этот принцип, основополагающий, который обеспечивал братство между всеми евреями, они нарушают самым грубым образом, передавая в руки язычников, молодого человека, в их понимании это был молодой человек, тем более близкого к Дому Царскому. Все знали, что происхождение Христа по плоти, оно было связано с Домом Царя Давида. И в еврейских источниках это тоже отражено, что они знали, что он близкий к Дому Царя Давида. И вот так вероломно они передают его в руки языческих властей на суд прокуратора Понтия Пилата, правителя. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он, то есть Христос, осужден, и раскаившись, возвратил тридцать серебряников пиросвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам, и бросив сребряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Мы же с вами просто разбеседовали о том, что Евангелие являет нам в этих событиях два типа раскаяния. Раскаяние Петра, когда он услышал крик петуха, он горько заплакал и раскаялся перед Богом. И раскаяние Иуды, который был, кстати, очень деятельным, он возвращает эти деньги, он швыряет их на пол, он пытается что-то поменять в своей судьбе. И раскаялся, пошел и удавился. Это было раскаяние перед самим собою. Он потерял веру в Бога как в милосердного или принял решение, что его грех столь велик, что прощение уже невозможно. В любом из случаев это было неприемлемо. Человек, пока он жив, он должен понимать, что есть какое-то намерение Божие относительно его. И трагедия этого человека заключается в том, что в своем грехе он замкнулся сам на себя. Как, например, псалмопевец Давид является нам пример подлинного покаяния, когда восклицает «из глубины воззвав к тебе услышь меня Господи». А вот в случае с Иудой эта глубина адская, она уже цепко обхватила его душу и не выпускает его из своих лап. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. То есть они сами брезгуют этими деньгами, которые дали Иуде. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется землята землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Ну, как мы уже и ранее говорили, у евангелиста Матфея наиболее большее количество ссылок на Ветхий Завет, так как по преданию, об этом учат и отец церковной истории в Севии Кесарийской, Матфей писал-то Евангелие для христиан Палестины, большая часть из которых были лица еврейской национальности. Для них отсылки к Ветхому Завету были объяснимы. «Иисус же стал предправителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Вот здесь обращает на себя внимание конструкция этого предложения. Не сказано, что Иисуса поставили перед правителем. Синодальный перевод, любой перевод от комментариев предлагает нам другую конструкцию. «Иисус же стал предправителем». То есть эти же страдания были страдания вольные, добровольные. Разве он не мог умолить отца, и отец не послал бы легионы ангелов в его защиту? Конечно, Бог действительно сам добровольно принял решение испить эту чашу до конца. И мы видели на прошлой беседе его борение в Гефсимании, когда он трижды молился и трижды подчинился воле Отца Небесного. Итак, правитель спрашивает его, «Ты царь иудейский?» На самом деле это было чисто политическое обвинение. То есть ты претендуешь на царский престол. Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. То есть пришел и действующий первосвященник, и первосвященник, который мог находиться на покое, он не отвечает. Вот здесь Христос научает нас в некоторых случаях действительно молчать. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» То есть достаточное количество свидетельствует против тебя. По закону еврейскому два-три свидетеля достаточно. А тут очень авторитетные люди, представители ветхозаветного религиозного эстаблишмента обвиняют Иисуса, и не отвечал ему, то есть Пилату, ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился. Скорее всего, Пилат привык к тому, что люди все время оправдывают себя, особенно перед лицом возможной смертной казни, а тут оказался такой обвиняемый, который не ищет для себя оправдания. На праздник же Пасхи правители Милобычи отпускают народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варнава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам?» Вараву или Иисуса, называемого Христом. «Ибо знал, что предали его из зависти». Действительно, когда люди одного цеха обвиняют другого человека, их же цеха, это, как правило, делается из зависти. И, как я часто говорю, никогда не доверяйте монаху, который ругает соседний монастырь. Никогда не доверяйте архиерею, который ругает соседнюю епархию. Никогда не доверяйте миссионеру, который обвиняет чем-то другого миссионера. Люди одного цеха, они себя ведут порой неадекватно. И для Пилата это было очевидно. Такой единодуши он не встречал среди книжников-фарисеев, саддукеев. Кстати, первосвященники были саддукеи, как правило, в то время. «Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшина возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Конечно, для Понтия Пилата угрозу представлял Варава, убийца, зелот, скорее всего, смутьян и хулиган, чем нежели молчаливый равен из Назарета. И для него, как для правителя римского, важнее было казнить Вараву, чем Иисуса. Он не видит опасности в Христе. Но толпа была настроена просить освобождения Варавы. А ведь эта толпа всего несколько дней назад, когда Христос входил в Иерусалим, когда разнеслась весть о том, что он воскресил с трехдневного покойника Лазаря, эта же толпа кричала, «Ассанна сыну Давиду!» приветствуя Христа, входящего в Иерусалим. Но как настроение толпы переменчивое? Теперь они кричат «Вараву!» Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом. Говорят ему все, да будет распит. Правитель сказал, какое же зло сделал он! Пилат, язычник, он не видит причины для смертного приговора. Но они еще сильнее кричали, да будет распит. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» то есть вот это действие означало, что все, Пилат закрывает процесс. Это тогда было, кстати, обычное действие. На голову судьи одевали плащ, он умывал руки, как бы свидетельство о том, что он только орудие закона, он орудие в руках народа, а законы, народ сами выносит приговор. И отвечая, весь народ стал кричать, «Кровь его на нас, на детях наших!» И мы знаем, что вся последующая история еврейского народа, это бесконечный, какой-то непрекращающийся холокост, когда действительно кровь оказалась и на тех людях, которые это кричали, потому что вскоре начнется иудейская война, и большая часть еврейского населения будет просто физически уничтожена, и на их детях, то есть на всех их последующих потомках. И отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас, и на детях наших!» И историк Иосиф Лавио написывает, что когда Иерусалим был окружен римскими войсками, и если кто-то из евреев убегал из Иерусалима, его ловили и распинали, и эти кресты стояли вокруг всего Иерусалима, и когда осажденные в Иерусалиме смотрели на свободу, они видели эти кресты, я думаю, они вспоминали об одном распятом, о Христе, когда они же, эти люди, кричали «Кровь его на нас, на детях наших!» То есть это все исполнилось буквально. «Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса Биф предал на распятие». Почему Биф предал на распятие? Это была обычная процедура, человека должны были не только казнить, перед этим было избиение, в котором могли принимать участие обвинители, а потом уже его передавали в руки воинов, палачей, которые исполняли приговор. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багреницу и, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» и плевали на него и, взяв трость, били его по голове и, когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его и повели его на распятие». Вот таким кощунственным образом осуществляется избиение Христа вот этими языческими солдатами. «Выходя к месту казни, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его». Кстати, по римским законам орудие казни человек должен был нести на себе. Почему же другого человека заставили нести крест? Потому что Христос несколько раз падал под крестом, он был изнеможен от тех избиений, которым подвергался. И даже римские воины, которые руководили всей экзекуцией, они решили, что надо найти какого-то человека, который поможет ему донести крест до места казни. Выходя, они встретили одного кириньянина. Вот эта неопределенность одного некого кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его, это свидетельство о том, что от креста ношения никто не должен отказываться. Если Господь нам посылает то или иное страдание, испытание, мы должны принимать как из его рук и страдать вместе со страдающим Христом. И придя на место, называемое Голгофа, что значит Лобное место, а почему такое название? По преданию это то самое место, где первые люди после смерти Адама положили его тело, потому что не знали, что делать с мертвым телом. А когда кожа от яркого солнца стала сползать с лба Адама, тело захоронили на этом месте, а этот холм назвали Голгофа или Гора Черепа. Лобное место. И придя на место, называемое Голгофа, что значит Лобное место, дали ему пить уксус смешанного желчью, и ответов не захотел пить. На самом деле уксус смешанный желчью это анестезия, это акт милосердия, последний акт милосердия перед смертной казнью, но Христос, вкусив, отказался это пить. Почему это анестезия? Потому что принимая такой напиток, человек мог даже потерять сознание. Его сознание мутилось от этой смеси уксуса и желчи, опьянение возникало, и он быстро погибал. Но Христос, который шел на страдания вольные, он решил испить чашу страданий за наши грехи и преступления до конца. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и сидя стерегли его там и поставили над головой его надпись, означавшую вину его, «Се есть Иисус царь иудейский». Это была тоже обычная процедура, вот как во время Великой Отечественной войны, человек приговаривали казни и табличку вешали там «Партизан» или что-то еще. Так и по римским законам для случайно мимо проходящих людей надо было давать какую-то информацию в чем этот человек обвиняется. И была сделана вот эта надпись «Се есть Иисус царь иудейский». И вольно или нет римляне как бы согласились с тем, что Иисус истинный царь иудейский, то есть настоящий царь народа Божия, не такой, как Ирод или его сын Ирод Антипа, которые не были евреями, они были иудоминяне. Тогда распятые с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. То есть здесь тоже исполняется пророчество, что он был и к злодеям причтен, это тоже было предсказано в Ветском Завете, его распинают между двумя уголовниками. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говорили, разрушающие храмы, в три дня созидающие, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста. Подобные пересвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не можешь спасти, если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын, так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Вот здесь мы видим такую неожиданную перемену в действиях врагов Христа. Сначала эти люди настраивали толпу кричать распни, распни. Теперь наставляемые дьяволом, они начинают кричать сади с креста. И даже благовидный предлог и уверуем в тебя. И тоже заклинают именем Божьим. Если ты сын Божий, сойди из креста. Почему такая перемена? Дьявол, который очень чуток к человеческим грехам, он питается грехами. Образно можно так сказать. когда Иисус Христос повис на кресте, а дьявол все время ввел Христа к этой казни, ибо сказано проклят висящий на древе, сказано в Писании. И вдруг дьявол ощутил, что все грехи мира собираются на этом месте. Христос принял на себя грехи не только людей, которые жили в его дни, в одни его земной жизни. Будучи Богом, который не ограничен ни временем, ни пространством, он взял на себя грехи всех людей, которые жили до его боговоплощения. Он взял на себя грехи тех, которые потом уже после его смерти явятся в этот мир, будут грешить. Он взял на себя грехи тех людей, которые еще не родились в нашей жизни, родятся и будут грешить. Потому что Бог никак не ограничен ни временем, ни пространством, как вездесущие, Он одновременно присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. И дьявол вдруг понял, что происходит обесточивание самого дьявола, он, сила которого грех, теряет контроль над грехами. Чуткий к грехам он увидел, что Христос взял на себя грехи всего мира. И он начинает побуждать этих людей, которые были одержимы дьяволом, эти книжники, эти пересвященники, эти фарисеи, саддуки, они начинают кричать «Сойди из креста!». Но Сын Божий должен вкусить муку до конца, смертью свою он должен попрасить греховную смерть. То есть дьявол оказался, как Аман из книги «Испирь» в той ловушке, как Аман он готовил висельницу для праведника Мордокея, а потом Аммана повесили на этой же висельнице. И вот здесь полный фиаско дьявола. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, или, лама самахвани!» «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот эти слова, которыми молится Иисус Христос, они взяты им из Псалтири. Из Псалтири. Это Псалом 21, 2 стих. Таким образом, Христос научает и нас в самые трагические моменты нашей жизни молиться Псалмами царя Давида. Это с одной стороны. «Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили, «Илью зовет он!» На самом деле он произносил слова «Боже мой!» «Элокейно!» «Элокейно!» «Боже мой, Боже мой!» А им это слышалось, как имя Ильи, Ильяху, по-еврейски «Ильяху!» «Некоторые же, и стоявших там, слыша это, говорили, «Илью зовет он!» И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давали ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его!» То есть опять предлагают ему эту анестезию. И Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Вот здесь, конечно, некоторые удивятся. Мы прочитали в 44 стихе. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. А как же благоразумный разбойник? В других Евангелиях говорится о том, что он обращается ко Христу с просьбой «Помяни меня, егда придешь его, царствие твое!» В начале именно два разбойника злословили Христа. Но в некий момент тот, который был распят справа, понял, что это Сын Божий. А в какой момент он мог это понять? Когда он услышал, это передают другие евангелисты, что, находясь на кресте, Иисус стал молиться за распинателей. «Боже, прости им, они сами не знают, что они делают!» А разбойник, который погибал от этой жуткой казни, он понял, что молиться за тех, которые тебе причиняют такие страдания, может только Сын Божий, только Господь. И в этот момент он меняет отношение к Иисусу и говорит, «Помяни меня, егда придешь в отцарствие твое!» И Христос ему говорит, «Ныне же будешь со мною в раю!» И в этом смысле одно Евангелие, оно дополняет другое. «И Иисус же опять, возопив громким голосом, спустил дух, и вот завица в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись». Разрыв завицы в храме – это капитасма, которая закрывала вход в Дебир, святая святых. Это символическое действие от Бога, знамение, которое указывало, что благодать Божия покинула Иерусалимский храм. Теперь это будет только архитектурное сооружение, Бог покинул это место, и пройдет несколько десятилетий, придут римские легионы и сотрут этот храм с лица земли. «И вот завица в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многие». Вот воскресенье усопших – это то, что по воскресенье его. Здесь не надо связывать с разрывом капитасмы в храме, вот это происходит в момент смерти Христа, а воскресенье усопших – по воскресенье самого Христа. «Сущим во гробах жизнь даровал. Сотник же, который руководил этой казнью, и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения, и все бывшие, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. То есть язычники обращаются ко Христу, как к Сыну Божию. «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, и Осия, и мать сыновей Завидеевых». Они издали смотрели. Вблизи только Дева Мария и Иоанн Богослов. Почему? А членам семьи не возбраняли подходить близко. Закон это допускал. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, Иосиф Аримафейский, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницею, без омовения тела, потому что все спешили, ибо наступала суббота. И положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень, дверик дроба удалился». Привалив большой камень к двери гроба удалился. То есть все делалось с поспешностью, потому что суббота наступала в пятницу за ходом солнца. Как и у нас богослужение следующего дня начинается на всеношной вечером накануне. «Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». На самом деле гроб очень близко находился и от Голгов, и от Гефсимани. «На другой день, который следует за пятницей...» А почему не сказано «суббота»? Потому что суббота – это шаббат, покой. А какой же это покой, если Господь во гробе? Это абсолютное беспокойство. Поэтому здесь предлагается некий ремис, намек, как по-настоящему выглядел этот день. «Учитель во гробе». На другой день, который следует за пятницей, собрались и пересвященники, и фарисеи к Пилату. И говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот еще, будучи в живых, сказал после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им, «Имейте стражу, пойдите охранять, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Смогут ли они удержать во гробе того, о котором сказано, о Боге, что мы им живем, движемся и существуем? Камень привален к гробу, поставлены печати, запрещающие отваливать камень от гроба, поставлена охрана, но можно ли удержать вечно живого Бога, сущего, самодостаточного, такими усилиями во гробе? Конечно, нет. Субтитры создавал DimaTorzok